1240 человек на сегодняшний день в Кызыле состоят на учёте как безработные, а вакансии более 400. Отметим, что в период пандемии людей, которые остались без работы, было в разы больше, только официально на учёте состояли более 8 тысяч граждан. Подать заявление о постановке на учёт можно в электронном виде. Подача заявления в кадровый центр работы России проходит электронно. Можно подать заявление через единый цифровой портал работы России и можно подойти лично. На период выплаты пособия у каждого гражданина индивидуальный. Зависит от стажа гражданина за предыдущие 12 месяцев и также от средней заработной платы. Максимальный размер пособия по нашему региону составляет 17 908 рублей 80 копеек, минимальный 2100 рублей. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография безработным» могут пройти и обучение, рассказывают специалисты. В период, когда гражданин состоит на учёте, мы также ему предлагаем вакансии. Есть много вакансий у нас на портале работы России. Всё можно посмотреть в электронной форме, можно подойти к нам за направлением, если гражданин состоит на учёте. Также мы предлагаем обучение. В рамках федеральной программы «Демография» есть и для граждан предпенсионного возраста, и для мам, которые находятся в декретном отпуске по уходу за детьми, и для граждан, которые работают и хотят получить переквалификацию. Также на данный момент по обучению у нас действуют два направления. Это направление печника и водители категории «Д». Нам нужно сейчас на обучение. Уларма Тюлю считает, что в поиске работы немаловажную роль играет желание самого человека. Жительница Козыла пришла в кадровый центр для получения консультации. «Работу найти можно. Мне хотят работать, возможно, много же. От самих зависит. Я хотела бы, безработица, вот это трудоустройство хотела стоять. Скоро мне 50, ну, два года 50 будет, я надо всё равно пенсию получать, нормальный заработок хочу. Ну, в общем, дальше жить и развиваться». Ещё одна категория людей, которым сложно самостоятельно найти работу – это лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Не секрет, что работодатели зачастую не идут им навстречу. Для их трудоустройства кадровый центр предлагает возможность пройти обучение и стать участником программы. Так, с начала года 9 бывших заключённых заключили договоры по социальному контракту. «В части работы по трудоустройству лиц из мест лишения свободы регистрируются письма в удалении о предстоящем освобождении. В случае обращения проводится индивидуальная работа, предоставляется возможность пройти курсы профессионального обучения, участие в программе». В прошлом году участниками социального контракта стали 490 человек. «В этом году на сегодняшний день заключенных контрактов у нас 203. По всем направлениям социального контракта имеют граждане участвовать, считающиеся именно малоимущими. Это не должно превышать на одного члена семьи 14 059 рублей в месяц». Как сообщают сами индивидуальные предприниматели, вакансий в сфере услуг и других направлениях достаточно, но желающих нет. А если даже есть, нередко показывают себя с непрофессиональной стороны. «Проблема в том, что люди не хотят работать. Есть вакансии, да, особенно у меня, например, часто бывают свободные вакансии. Люди не хотят сами работать, хотят просто деньги получать. Либо некоторые люди, то есть большинство, живут на субсидиях, пособиях. Вообще в городе, не только у меня, у других, у наших коллег доставок, также кафе, быстрое питание у них, да, постоянно тоже свободные вакансии бывают. Например, в группу ВКонтакте, либо куда-либо заходим в поиск вакансий работников. Там везде постоянно требуются работники, там вакансий очень много. Но только людей нет толком. Насчет ответственных работников, ответственных работников очень мало. Это очень мало, даже редко слушаю. Как деньги получают, на следующий день пропадают, выпивают. Вот одна из проблем». Проанализировав сегодняшний рынок труда, мы приходим к выводу, что действительно желающие работать всегда ее найдут. Айра Садбьяно Юна Замато Чур, Тува-24.